ДОТЕ2 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 Представься, пожалуйста. Меня зовут Арсений. Мой никнейм в ДОТЕ2 — Арзик. А не в ДОТЕ2. Не в ДОТЕ2, а другой никнейм. Я тренер команды Empire. Откалибровался уже? Да. Сколько? 6600 дали. Маловато для тренера, конечно. А это соответствует твоему уровню игры в целом? Ты лучше или хуже? Не, ну типа... Играю-то я мало, поэтому... Короче, пусть соответствует. Мне все равно, на самом деле. Последний твой опыт был также тренерским, если я не ошибаюсь, в команде Effect, где было, кстати, много бывших имперских игроков. Как считаешь, ты все-таки тренер или все еще игрок? Я не знаю. Это очень такой размытый вопрос. В каждой команде, если брать везде, тренеры ведут себя по-разному. И я не знаю, как это правильно рассчитывать. Либо по импакту, который человек вносит, либо нет. Ну, я бы сказал так, что вопрос может какой-то странный, поэтому, наверное, я настолько... У меня такой же импакт, как от игрока. Я бы сказал так. Ну вот сейчас весенний решафл был, там игроки туда-сюда менялись. Ты искал себе команду или все-таки решил по тренерству, так сказать, до конца сезона? Нет. Ну, я хотел поиграть чуть-чуть. Но на самом деле, то есть я по итогу знал, что мне это по сути не нужно. Я искал себе команду, будучи уже тренером. Хорошо. Скажи, вот я об этом мало где читал и особой информации у меня нет. Но что все-таки произошло с эффектами? У вас же неплохо получалось, вы ездили на турниры, состав был такой... Да у нас не было ничего плохого. Мы разошлись все хорошо. По поводу команды получилось так, что... То есть скажу сначала по поводу организации. То есть наши боссы, так сказать, они просто... У них просто... Они не хотели больше содержать команду. То есть им перестало это быть интересно. То есть они поняли, что это не особо выгодная вещь. И просто сказали, ну, ребята, все. То есть вы нам особо много не приносите, мы много тратим. Ну, как, в принципе, на самом-то деле любая организация. По поводу того, что мы прекратили продолжать играть вместе, в этом особо не было смысла. У нас не было керри, игрока. То есть после того, как ушел Заур, мы не могли найти никого достойного, на самом деле. И... Заур, ты имеешь в виду? Заур Куман. Заур Куман. Вот. И после дака Афоня сказал, что он, в принципе, хочет отдохнуть и не хочет играть. Какой смысл оставаться в таком составе, когда проще найти каждому человеку свою новую команду? Все понятно. Я вчера беседовал с Мепошкой, это уже переходя к Team Empire. Мепошка сказал, что главное на open-квалах, да и вообще на любых квалах, это настрой на победу. Это самое первое, что должно быть в команде. Данила Багров считает, что сила в правде. А в чем Арзик считает сила? Я бы не сказал, что настрой такая важная вещь. Она, конечно, важная, но не настолько. Самая важная вещь, это как-то такая подготовка. Ты сидишь, готовишься, если у тебя получается, где-то не получается. Ты к чему-то одному приходишь и ты понимаешь, что работает, что нет. И уверенность, вот что нужно на квалификациях. Ну и вообще в принципе. Если ты работал, ты уверен в себе, значит у тебя все получится. А эта уверенность приходит именно с непосредственно игровой подготовкой или моральной внутри коллектива? Ты о какой уверенности говоришь? Я больше говорю, наверное, типа о игровой подготовке. Я скажу, что это лично для меня самая важная вещь. Мне уверенности вселяет то, что я проделал нужный какой-то большой объем работы. И, значит, я не просто так всем этим занимался. Я слышал, что ты уже общался с ребятами во время КВшек еще до Эпицентра. Да, было дело. Скажи, пожалуйста, почему ты не принимал участие на самом Эпицентре? Как тренер? Ну, как я подумал, то есть... Ну, будем откровенны, да? Я пришел, посмотрел пару КВшек, увидел, что все далеко. И просто есть моменты прям с ошибками прям уж очень фундаментальными и детскими. И я не хотел ехать на турнир, заведомо сформулировать. То есть я бы приехал на турнир, начал бы работать с командой. Начал бы давить там на них, говорит, надо так, надо так, надо так. Я бы не хотел начинать свою работу с людьми с хаоса какого-то. Что сразу с какого-то негатива и так далее. Я хотел сесть спокойненько, начать играть в кланвары, когда нет турниров. Потихоньку к чему-то приходить, готовиться, все делать постепенно. То есть твое видение кардинально отличалось от того, чем играла команда, как она играла? И ты решил хирургию не заниматься, да? Ну, не то, что видение, а вот именно... Именно просто... Я понимал, что результат будет, ну, не очень на Эпицентре. Поэтому я не хотел влезать и... Я бы, может быть, чем-то помог, да, само собой. Но влезать уже и начинать свою вот именно работу с какого-то там... С чего-то хаотичного я бы не хотел. Скажи, какие, на твой взгляд, вообще нужны качества тренеру по доте, чтобы сделать команду успешной? И какие нужны качества тренеру по доте Team Empire, чтобы сделать эту команду успешной? Вот это правильный вопрос. Вот то, что... В принципе, что нужно тренеру, это вопрос странный. Потому что каждый тренер, он максимально адаптируется к игрокам. И от каждого тренера... Ну, в каждой команде требуется разное от тренера. Какой-то команде нужен, там, не знаю, там, эмоциональный заряд, где-то нужна, там, не знаю, дисциплинарная подготовка, что-то такое. Поэтому, наверное, я отвечу про вопрос про Team Empire. Team Empire нужен человек, который занимается тактиками, стратегиями, стратегический человек. Потому что... Так получается, что когда кто-то из команды занимается всем этим, он начинает в игре немножко проседать, начинает нервничать и так далее. То есть... Поэтому, наверное, это надо спихнуть на тренера. Ну... А всем остальным занимается Дима, менеджер. Так что больше ничего особенно тренеру Team Empire не нужно делать. Что скажешь про Чуваша и Айбека? Я имею в виду Наива. Это молодые парни, которые еще не особо нюхали порох. И как ты оцениваешь их игровые и человеческие качества? Я не буду, конечно, лукавить. Айбек довольно неопытный игрок, но невероятно. С огромным потенциалом. Наверное, игроки его возраста... Наверное, мало кого можно назвать, кто именно мог бы уже в таком возрасте исполнять на таком же уровне. Наверное, у меня только в голову приходят Вова Нун и Заур Куман, наверное. То есть то, что вот с маленьким опытом игры где-то в каких-то командах уже начинать, там, типа, отыгрывать на уровне — это достойно. Но, как бы то ни было, человек все равно неопытный. То есть многих вещей каких-то не понимает. Ну, для этого, собственно, и нужен тренер. Вот. Как человек, айбек наоборот. Вот это, наверное, для человека его возраста, то есть ему 18, да, вроде. Вот. Уму... Это очень не свойственно для его возраста, что он очень спокойный и рассудительный. То есть в основном все ребята его возраста, они такие вспыльчивые, эмоциональные. Вот. Поэтому это огромный плюс. Я думаю, это, наверное, один из важных факторов, почему, в принципе, взяли в команду. По поводу Чуаша вот я бы по поводу него не сказал, потому что он неопытный. Играют он довольно давно. Я имел в виду, наверное, Проланы какие-то большие. Ну, да. Но я думаю, что ему как-то не хватало должного руководства, что ли. Все время он играл в командах, где сидят, играют друзьяшки какие-то. Они там сидят, веселятся, никакого контроля над ними нет. Я думаю, в Team Empire, когда тут есть и тренер, и волевой менеджер. И вообще, в принципе, ну, организация серьезная. Я думаю, это сильно человек поменяет в хорошую сторону, и я думаю, он заиграет. А что думаешь о нашей Святой Троице? Гостик, Ростик, Мипошка. Такой достаточно уже сплоченный, ну, чтобы сплоченный, наверное, но устоявшийся костяк. Не тяжело ли тебе менять их под себя? А может быть, их даже и менять-то не надо. Вот что о них можешь сказать? Ну, да нечего особо про них сказать. Они молодцы, они выполняют максимально все, что от них требуется, всю свою работу. Не знаю, если кто-то там думает, что там кто-то там Андрюха или Ростик, они там такие, знаете, неприятные, противные ребята. У них просто тренера не было. Вот и все. Как думаешь, к чему? О, я это, тренер у них был. Был, был. Но я не думаю, что, не в обиду предыдущему тренеру, я не думаю, что он как-то брал на себя ответственность, такие, знаете, там, быть там громоотводом для Ростика или там обсуждать с Андрюхой все, что он думает по игре. Я думаю, не так много он этому удивлял внимания. Вот так вот. Как думаешь, к чему должна сводиться, ну, не должна вернее, а вот самое приемлемое продолжение карьеры игрока? Это все-таки тренерство или это комментирование? Почему это должно прийти? А может быть, стримерство? А я не знаю, на самом деле. Мне кажется, играть можно вообще до посинения. Реакция, вот все вот эти байки про то, что реакции не хватает или еще что-то, это все чушь. На самом деле, то есть для игроков, мне кажется, они перестают быть игроками, когда у них меняются, меняются приоритеты. То есть, например, они больше хотят заниматься там больше какими-то делами там бытовыми, да, в своей жизни, чем сидеть нон-стоп за компьютером. Поэтому именно вот конкретно сказать, какое хорошее там завершение карьеры игрока может быть, быть комментатором или тренером, я на самом деле не знаю. То есть ты все еще хочешь пахать? Играть? Я? Нет. Все ты уже забил? Нет, для меня это неинтересно. Мне больше нравится работать с людьми и то, что я чувствую, что я могу дать больше, чем то, что я буду играть. То есть для тебя все-таки тренерство, но не аналитика? Нет. То есть тренерство? Тренерство, тренерство. Я слышал, вернее, видел, что ты вегетарианец. В чем прикол? Нету прикола никакого. Я уже много лет вегетарианец. Но на самом деле пусть люди это принимают так, что, например, кто-то не ест свинину, кто-то не ест, например, говядину. Знаете, по, короче, религиозным соображениям. Пусть люди принимают, что это, грубо говоря, моя религия, вот и все. Ничего особенного. Увлекаешься чем, кроме доты? Есть интересы? Игры или что-то другое? Ну, я по музлу очень жестко угораю, на самом деле. Но я не думаю, что это, я не думаю, что музло, по которому я угораю, это стоит, там, типа, выносить, и это кому-то будет интересно. Кому надо будет, тот пусть меня спросит. Почему? Вот, например, предыдущий тренер, Тим МПР, любит, там, славянский фольклор послушать, какой-нибудь Deep Purple там. Ой, Pink Floyd может послушать. Вот такие вещи. А у тебя какой? Ну, я назову это не, не знают люди. Нет, я не буду. Нет, я не хочу. Нет. Пусть, пусть, пусть заходят в социальные сети, если кто, кому-то там интересно. Все Карзику на паблик, смотреть, что он слушает. Ну, хорошо, если музыка тебе, это твоё личное, скажем так, то фильмы. Вот есть у тебя библия какая-нибудь кинематографическая? Мы уже с тобой говорили на этот счет. Ну, я бы так. Я помню Матрицу. Я бы так не сказал. Ну, да, наверное, Матрица, это один из самых, вообще, любимых фильмов. Пересматривал его раз в 50, наверное. Вот. Ну, я бы не сказал, что это моя Библия. У меня нет такого. Если Valve доверят тебе развитие доты с завтрашнего дня? Первый твой патч. Блин, это так сложно. Я отказываюсь таким заниматься. Что бы ты изменил? Так сложно, я не знаю. Если умные люди не могут сделать... Сколько ты играешь в доту? Лет? Да. Где-то лет восемь, девять. Ну, вот восемь, условно, с половиной лет ты играешь в доту. Какая-то вещь. Достало тебя настолько сильно, что ты хочешь ее поменять? Нет, я не знаю. Я не знаю, это слишком сложно. Я уже не... Я не играю в доту. Это не актуальный вопрос. Тренер Team Empire, который не играет в доту. Ладно, последний вопрос. Мы пройдем об инквал или нет? Конечно. Хорошо. Тогда самый последний вопрос. А закрытые квалы потом пройдем? Постараемся. Все. Пожелай там, есть какие-нибудь у тебя желания там, пожелания, приветы? Да нет, да всем моим друзьям приветики, там это... Всем корешам, всем homies, ей-е-е-е. Все.